привет друзья меня зовут василий вишневский кончается наконец зима календарная по крайней мере 28 февраля сегодня завтра еще один високосный бонусный день но будем считать что средняя арифметическая сегодня последний день зимы и вот такой солнечный день по моему самый солнечный в этом феврале тепло солнце и поют большие синицы и не только они уже вовсю и давно играют вороны в воздухе возможно не исключено по крайней мере что у кого-то из них уже появились первые яйца вкладках да очень рано гнезняться вороны именно черный ворон среди врановых наверное самый такой стоворанний ну по крайней мере в марте уже у большинства птиц в гнездах будут яйца ну и конечно в такую погоду нельзя натуралисту сидеть дома просто запрещено хотя мне вот сегодня пришлось позже выйти отсыпался потому что уже три дня к ряду снимаю очень плотно тоже такое же редкое явление как и високосный год год то есть вот общего у бородатой неясы в москве с високосным годом ровно то что она также редко появляется может быть появляется и почаще и может быть даже каждый или через год ее кто-то где-то замечает регистрирует туда тут же десант натуралистов выбрасывается но там на второй на третий день ее не находят и у меня у самого были тоже такие походы когда по следам группы студентов которые встретила по моему в бийцевском лесу осенью да на пролете бородатую неясыть и вот след за ними я пошел искать но он но не нашел и долго долго гулял по осеннему лесу ну а здесь пока что держится птица держится и ну есть еще надежда что какую-то часть марта она будет здесь потом скорее всего все-таки улетит успеет ли и будет ли она размножаться в этом году не совсем понятно бывало и те кто видел больше бородатых неясы говорят что это скорее всего самец судя по размерам потому что самцы гораздо меньше у бородатых неяски ну представьте там 700 600 800 граммов против 1100 1200 серьезная разница но я видел только своей жизни две особи пока что бородатых неяски и все они были сопоставимого размера вот что это что в рязанской области и такого дымчато серого цвета хотя иногда бывают особи и более светлые и даже такие оперений которых есть буроватые оттенки вот хотя вот даже на английском название бородатый неяски переводится как большая серая сова ну иногда лапландская еще потому что все таки это такой таежный вид в какой-то степени северный конечно не такой северный как белая сова или полярная сова но тем не менее нельзя сказать что она вот часто встречается на юге практически ее нет да и за предел гнездового ареала бородатая неясыть крайне редко выбирается ну может быть совсем немного более того гнездовые пары которые держатся на одной территории они даже когда меняют гнездо вынуждены или по каким-то иным причинам они редко там отлетают от предыдущего гнезда на расстояние километр два три четыре понятно что для птиц это вообще не расстояние то есть они такие очень оседлые ребята кстати также как и ворон черный ворон тоже ведет один из самых оседлых образ образов жизни среди врановых ну сорок еще может вот с черным вороном в один ряд встать на вот серые вороны например особенно северные популяции заметно кочуют галки заметно кочуют соки даже тоже мигрирует вчера проверяли емкость желудка у самца бородатой неясыти и в течение мне кажется двух часов а может быть и быстрее все почему-то форсировали форсировали не знаю к чему была такая спешка и подряд сова съела пять мышей пять мышей когда предложили шестую она и вообще не брала мы сделали перерыв минут на 30-40 и заново предложили эту мышь она не хотя поймала ее села с ней зажав в лапе и сидела до самого вечера по крайней мере мы когда ушли вот уже солнце склонилась горизонту более двух-трех часов сова сидела с мышкой пойманной в лапах и даже когда ей предложили ну ради эксперимента седьмую нет она в течение по крайней мере 10 минут никак не 3 дня отреагировала на мышку то есть она не такая захапистая как скажем ее младший брат воробьиный сычек который может вот сколько дашь мы шесть только он и поймает будет только успевать их складировать а бородатая неясыть она такой в каком-то благородный хищник если можно так сказать ну и кроме того из всех из всех сов если считать что деятельность сов полезно это именно уничтожение мышевины грузунов то бородатая неяса пожалуй в этом плане будет на первом месте потому что она гораздо меньше в ее рационе присутствуют птицы сравнение с другими видами сов то есть скорее в порядке исключения ну и как правило это не крупные виды а вот мышевидный грузуны составляют 80 90 процентов как питание взрослых птиц так и питание птенцов и кто-то по моему финляндии подсчитали что бородатые неяски за полгода вот это тепло времени года летнего сезона можно так сказать за шесть месяцев пара уничтожает 700 мышевидных грузунов вот примерно примерно такая производительность по уничтожению вредителей сельского хозяйства хотя конечно всегда нужно помнить что вредных или полезных с точки зрения природы нет видов есть только вот какие-то относительные понятия с точки зрения человека но несмотря на это все равно бородатую неяс нередко стреляют в том числе даже как ни странно с целью употребления в пищу где-то в сибири якобы такие традиции присутствуют надеюсь надеюсь это устаревшие данные поправьте меня друзья в комментариях если кто знает но есть такая информация ну и здесь еще конечно не сложно пользоваться доверчивостью потому что очень близко подпускают эти птицы доверчивые может быть эта особенность то что они сами по себе в общем живут чаще в безлюдных местах и человек для них это может быть сопоставим с медведем который только разве что может разорить гнездо но даже и он не решается потому что бородатый неяс как правило не все конечно но как правило очень плотно атакуют и человек и зверя который пытается забраться на гнездо на и где на дерево с гнездом вот а в остальных случаях они очень можно сказать миролюбивы и поэтому еще как следствие особенно следствие того что они меньше едят птиц крайне сложно их обнаружить в лесу потому что птицы реже ругаются ругаются не так выразительно на бородатых неяски как на других сов вчера например мы когда наблюдали сову прилетел черный дрозд он конечно в присутствии совы постеснялся слетать на кормушку но тем не менее он никакого даже голоса не подал голоса тревоги хотя длиннохвостая неясыть серая неясыть вот в парке царицына обругивалась дроздами и зимой и летом ну просто очень сильно а в период выведения потомство еще и дроздорябеники в дупле серую неясыть периодически обстреливали пометом прицельно ну поскольку вот именно серая неясы длиннохвостая это такой уже хищник более универсальный и запросто самых разных птиц ловят а борода-то неясыть она подобреет ну ладно с вами был василий вишневский всем пока всем добра